Привет, друзья! Редиска-эксклюзив, первый о главном. Подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео, а мы начинаем! В РФ уже пустили слухи о том, что уже в конце года россиян ждет больше перемен. Нынешний президент России Путин может объявить досрочные выборы и отказаться от их участия, но взамен займет другой пожизненный пост. Об этом в эксклюзивном интервью «Обозреватель» рассказал независимый российский эксперт Медовар. Цель всех этих разговоров – отвлечь россиян от мрачных мыслей по поводу спецоперации. В войне в Украине, которая по задумке агрессора должна была продлиться три дня, но так и не закончилась и спустя три месяца. Ранее в телеграме появилась информация о том, что якобы в России к концу этого года готовится смена власти, что новым лидером путинской партии «Единая Россия», например, может стать дочь Путина. Екатерина Тихонова может выйти из тени, но, конечно, главным наследником является секретарь в безопатрушев. Человек еще более опасный, чем Путин. Это примерно такая же система, как в Китае. Там председатель Госсовета назначается пожизненно, его никто не может снять, может быть президент, который летает на встречи и так далее. Но де-факто страной руководит Госсовет и его председатель. Председателя из своего состава избирает только Госсовет, народ никакого отношения к этому не имеет. Так что Путин может управлять страной, пока не предстанет перед Всевышним, сообщает Медовар. Но выборов в России нет уже давно. С 2008-го, когда президент стал Дмитрий Медведев. Тот, который лишился виноградников в Тоскании, сейчас грозит всему миру. А в случае с Госсоветом выбора нет вообще. В принципе. Все, что нужно, и могут нарисовать. Хотите, чтобы победила Тихонова? Да ради бога. Иванов, Петров, Равинович – без проблем. Кого скажут, того Панфилова и посчитает, говорит Медоваров. Мы живем в путинизме. Тут собаку Путина могут сделать кандидатом в президенты. У нас же нет выборов. По словам эксперта, и Тихонову могут записать, ведь она стала кандидатом в физмат-наук в Московском университете. После этого вуз потерял свое имя и свое лицо. Я не могу понять, как человек, который танцует рок-н-ролл, становится кандидатом в физмат-наук, самых сложных наук. Например, я не могу защищаться, у меня мозгов не хватало, чтобы стать кандидатом в физмат-наук. А вот Тихонова на закрытом заседании защитила кандидатскую. Потому что когда надо, они все сделают. Так и покойный Жириновский был доктором философии, возмущается Медоваров. Но тем не менее, Тихонова как кандидат в президенты – это абсолютно нереальная вещь. Это просто разговоры. Зачем они? Чтобы немного отвлечь внимание россиян от спецоперации в Украине. Чтобы народ обсуждал не потери россиян, доблестных солдат и героев, а говорил о том, что Путин болен. Сейчас все эти слухи будут крутить, чтобы снять элемент напряжения, накал по поводу спецоперации в Украине, которая вместо трех дней идет четвертый месяц. «Я вижу много молодежи, которая протестует, которая сидит в спецприемниках. Они хотят жить в нормальной стране. Хотят белое называть белым, а черное – черным. А спецоперация, которая строго по плану, проходит четвертый месяц, называется по-другому. Но в каждой стране есть примерно 5% от стоя людей, которые не умеют выслить, у которых вместо мозгов вата, которые верят всему, что говорят по зомбоящику. С ними говорить бесполезно», – отмечает эксперт. Также Медоваров, к слову, сообщил, что Патрушев – это даже хуже, чем Путин, на что он объясняет в интервью. Он же из комитета, думаю, он был одним из тех, кто толкнул Путина на эту спецоперацию. Тот же Нарышкин трясся на Совете нацбезопасности, ни слова не мог сказать. А Патрушев жесткий, я по лицу вижу. У Нарышкина на лице написан интеллект, а вот у Патрушева другое лицо, и там что-то другое написано, поэтому таким, как он, я не доверяю. А насчет Шойгу. Он сообщил, что его даже никто и никогда не рассматривал в качестве президента. Это несерьезно. Все-таки на всякий случай давайте вспомним Сталина. После него нацмены вряд ли станут руководить страной. Их не пустят. Хоть Россия и многонациональная страна, и все народы якобы имеют равные права, но все-таки у кого-то этих прав больше, сказал эксперт. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.